итак приветствую вас мои друзья и гости канала и так получилось что вчера мы с надей первый раз за все это время съездили в дендрарий так вот знаете что вот ну съездили мы вот прошли мы вдоль дороги да вот где дендрарий ну посмотрели верхний дендрарий низ не успели отдали мы за вход 250 рублей соответственно это вышло 500 рублей за двух человек да если мы пошли бы еще с кем-нибудь то еще да если поехали бы еще с кем-нибудь да например четвером то тысячи рублей вот иногда вот я сам себе задаю вопрос вот некоторые клиенты мне говорят максим будет нам пожалуйста квартиру возле дендрария его зачем те как ну потому что там гулять красиво и так далее и знаете что я до последнего думал блин думаю наверное действительно да там я думаю там муж вход бесплатный или еще что-нибудь вот человек который покупает квартиру возле дендрария да что можно пешком дойти соответственно он наверное думать что каждый день будет ходить дендрария давать 250 рублей да либо 500 рублей ну я думаю также по логике но по-другому никак вот зачем-то возле дендрария потому что если например посмотрим дорогу например от дендрария да да например до района светланы да там сбоку есть деревья там есть тротуар и так далее понимаете в чем фишка есть например мы пройдем например от бытхи да и пройдем например до например в сторону ну примеру не знаю там в сторону жилого комплекса втер galaxy да и там или южное море и там тоже будет все то же самое что и в районе светлана да то же самое и я иногда вот сейчас берут и думаю где бы я хотел жить и кто-то скажет блин хотелось бы чтобы может было выйти да может было погулять и так далее ребят вот я сейчас себя вспоминаю да вот я живу здесь три года и с наде да вот мы с наде садимся в воскресенье машину я ну что куда сегодня тогда дендрарий и мы берем едем в дендрарий или дам отдай в олимпийский парк мы берем едем в олимпийский парк и там гуляем или например там а давай в догамыс съездим посмотрим эти догамысские корыта и так далее ну просто возьмем и и тем самым мы живем да в центре пускай мы живем не возле парка ривьера но мы бываем с ней в парке ривьер прямо недавно гуляли и в дендрарий и в олимпийском парке и везде понимаете поэтому когда Да, кто-то из вас говорит, блин, я говорю, почему центр хотите? Ну, потому что, чтобы нужно было гулять вот с ребенком возле парка. Вот, например, вы сели возле дендерария, да, вот, например, купили квартиру возле дендерария. Опять же, квартиры возле дендерария все хотят за 5 миллионов рублей. Я открою маленький секрет, возле дендерария за 5 миллионов рублей квартир не бывает. Ну, реально, таких квартир нет. Я рад, чтобы были такие квартиры, но нет таких квартир, понимаете? Если бы такие квартиры были, я бы себе сам бы уже давно купил бы. Таких квартир нет. Или, например, хотим квартиру прямо возле центра и тому подобное. Мы сегодня смотрели такие квартиры? Такие квартиры есть на Первомайской, а там горка. Отлично. Поехали посмотреть на равнине, а там вид не такой. Ребят, на равнине не бывает хорошего вида. Да? Ой, а здесь высокий этаж. Блин, ребят, ну понятно, что будет высокий этаж. Если хочется низкий этаж, чтобы был хороший вид, это Первомайка. Там гора, да. А если хочется ровную поверхность, да, и так далее. Ну да, Воровского 41, посмотрели. Ну там вид не такой хороший. Или, например, жилой комплекс, посмотрели сегодня, который называется Парь Горького. Там вид не такой, который хотелось бы. Конечно, там будет не такой вид. Парь Горького находится на ровной поверхности. Нужно выбирать либо вид шикарный, либо ровную поверхность. Когда мы с Надей выбирали себе, да, вот мы просто с Надей уже выбрали для себя. Мы выбрали дом, скажу честно. Кто-то сейчас скажет, Макс, поздравляю. Нет, ребят, не поздравляйте меня. Не поздравляйте, потому что мы выбрали дом, но денег-то на покупку этого дома нет. Поэтому мы просто выбрали. И Надя и я, мы однозначно решили, мы видим вот то жилье, которое мы хотим. Мы видим то место, где мы хотим осознанно. Опять эта улица долбанная, транспортная. Все. Выбрали себе дом. Все. Осталось как где-то найти деньги, заработать, что-то еще сделать. Ну, осталось вот сделать именно так. Но мы для себя сделали выбор. Хотя проехались везде. И в Дагомесе были, и в центре были, и так далее. И мне очень приятно, что у меня Надя, она вот, ей 26 лет, она реально умная девочка. Она говорит, ну вот будем мы с тобой жить в центре на Фермайске. И что? Мы с тобой будем только спускаться к этому району. И пока, говорит, мы отсюда выйдем в центре, пять раз позеленее, посинеем, там по 30 минут ездят. Просто сегодня мы ждали клиента от, сейчас скажу, от восьмой школы, чтобы вы понимали, да, вот сегодня же три часа дня было, да, от восьмой школы до, ребят, до Первомайска 19, там расстояние, там пешком можно все пройти, они ехали на автомобиле около 30 минут. Представляете себе? Вот это расстояние 30 минут. Просто, к примеру, я с Мелодии леса до аэропорта доезжаю за 20 минут. Вот, с аэропорта. И мы сидели, когда с ней понимали, что да, если нам хочется погулять в центре или еще где-нибудь, мы просто взяли, тупо приехали на машине, да, взяли, поставили машину, погуляли. И потом спокойно уже, не вдоль дороги, не вдоль какой-то там пыли, там, не вдоль какой-то гула мы берем и потихонечку двигаемся к себе домой. И она говорит, я не хочу прямо жить в центре и все, я хочу, чтобы там, не знаю, там, да, хочется, чтобы вид был на море, не хочется Мацесту, потому что, как я сказала, ну реально, Мацеста далеко. Хотя мне Мацеста нравилась, но я понимал прекрасно, да, наверное, далеко, потому что человек понимает и привыкает к своей зоне комфорта, да, когда ты вышел, у тебя торговый центр Олимп на расстоянии, там, 200 метров и так далее. Удобно, ты привыкаешь к этому, когда ты едешь домой, у тебя отличные подъездные пути, а непонятно, как такие по катакомбам ехать, например, как на Соболевке или, например, как на Лысой горе или где-нибудь там по Адлеру, там, где-нибудь по улице, не знаю, изумрудной и так далее. И я понимаю, что, вот просто понимаете, вот я сейчас с Надей общаюсь, она то ли мои видеоролики смотрит или еще что-то, но она, у нее рассуждения по поводу того, где должна быть квартира, какая должна быть квартира и тому подобное, у нее рассуждения как бы больше и лучше, чем я вот общаюсь с некоторыми людьми, которым мы уже за 50, за 60, понимаете, вот как бы 26 лет, да, и вот уже соображает. И она правильно говорит, зачем мы будем привязаны с тобой к одному месту, к одному району, как заперти. Хочется свободы, хочется и там побывать, и на Красную Поляну съездить и так далее, понимаешь, вот хочется вот так вот и в разные места ходить, и разные места посещать, и разные парки и так далее. И в принципе, она права. Опять же, хочется, чтобы можно было без проблем взять и подорваться, приехать, чтобы можно было взять, подорваться и уехать. И вот она так рассуждает, мне очень понравилось, что мы с ней вчера, когда выбрали все-таки наше жилище, мы были с ней на одной волне, говорю, теперь стоит, вот цель поставлена, вот цель поставлена, теперь осталось к этой цели прийти. Вот я даже не представляю, как этой цели идти, просто, ну как бы я представляю, но очень сложно, как бы, я опять выворачиваюсь назад, блин, ребята, опять выходить из зоны комфорта, опять пахать, понимаете, вот это назад немножко вот беру, оглядываюсь и смотрю, как мне все дается. И опять думаю, опять все по-новой, знаете, вот, ну, понимаешь, что, наверное, есть, это есть развитие, это есть развитие, когда ты себя, ну, выводишь в зону комфорта. Ну, вот как бы так, ребята. И когда говорю мне, говорят, вот мы хотим вот в районе парка южных культур, и что там в парке южных культур, что вы там получаете? Все, кроме парка, как-то есть коренные жители Адлера, которые там кроме Адлера ничего не видели, которые даже в Дендераре ни разу жизни не были, которые там ни разу, там, не знаете, там, где Дагомытские корыто, где водопады, там, где эти Мацессовские водопады и так далее, не знают ничего, понимаете? Я вот общаюсь здесь местными, иногда мне просто страшно становится, ну, как бы так. Опять же, да, вот, море, да, море, 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 все говорят. И Надя мне тоже говорит, да, я вот когда вот только вот приехал, я думал, что там море и тому подобное. Когда она приехала ко мне просто отдохнуть, когда она приехала, просто мы решили встретиться, да, вот я взял, я взял билеты, сказал, прилетает, все. И когда она была у меня в гостях, она две недели реально ходила на море, каждый день ходила на море. Это был июнь месяц, это было прохладненько еще, там, вода была не такая теплая, как хотелось бы. А потом она вернулась и решила, и мы вместе решили, что она в августе переезжает. И она на свой день рождения в августе взяла и переехала в Сочи, да, получается. И в августе переехала, когда, как раз, когда погода классная была, когда там все. И она там ходила максимум раз в две недели. Не потому что, потому что все, потому что море, она никуда не убежит. Сегодня не пошла на море, завтра схожу. Завтра не пойдет, послезавтра схожу. И понимаете, вот сейчас мы тоже с ней рассуждаем, у нас нет приоритета, чтобы там море было в пешей доступности. Если нужно, на море возьмет такси и спокойно поедет. Ну, просто реально возьмет такси, даже там не в автобусе, а просто в такси возьмет комфортно, надоедет и все. В любом случае лучше комфортно доехать до моря, чем, например, даже если бы, например, с Парька Горького по жаре дойти до моря, эти полтора километра, там пять раз сдохнешь, пока дойдешь по такой жаре. Я там же точно знаю. Или там с Первомайской дойти до, не знаю, там, до пляжа, и потом вернуться назад, да там офигеть просто можно. Там реально можно просто-просто офигеть. Я это прекрасно понимаю. И поэтому мы тоже, мы не хотим привязаны быть к одному пляжу. Мы хотим, там, как захотели, там, в Мерсинки искупались, да, захотели мы искупались, там, не знаю, там, в Дагомысе, захотели еще куда-нибудь. Зачем нам быть привязанным, да, мы все равно мы едем, если мы едем купаться, там, едем на автомобиле, все. Кто-то скажет, блин, там не получится выпить, но вы едете либо купаться, либо бухать, выбирайте уж. Если хочется набухаться, возьми, взяли такси и все. От нас, например, до парка Ривьера на такси ехать 150 рублей по деньгам. Ничего страшного, переживем, доедем, если захочется, без машины. А можно на машине доехать? Вот про что я вам и говорю. Поэтому, когда кто-то бред нас смотрится, там, чтобы можно было выйти, погулять, это все бред, ребят. Вы когда берете, вы просто берете искусственно себя, вот, прикольцовываете, да, вот, например. Вот я общался с Димой, да, он сейчас квартиру снимает на Макаренко, да, уже год прожил. И когда мы с ним начали разговаривать, он говорит, блин, Макс, прикинь, а ты ведь был прав. Я живу на Макаренко, и там есть какой-то непонятный этот, этот, типа парка, говорит, ты понимаешь, говорит, я за год ни разу с детьми не был ни в парке Ривьера, ни в Олимпийском парке, ни там, ни где-нибудь в районе морского вокзала погулять, нигде не был. Потому что рядышком в городе есть парк, и все. И они, кроме этого парка, который мало чем отличается от парка в Орске или в Орденбурге, ну, подожди, вообще ничего не отличается, они ничего не видят. Нет, вот я точно так не хочу жить. Поэтому для себя я сделал вывод, нужно жить, выбирать то место, которое вам комфортно. Например, для меня, например, с Надей стоит первостепенная задача, это, конечно же, транспортная развязка, удобно, чтобы он же был подъехать и так далее. Да, ведь нам море нужно, да. Не нужен нам участок, ну, 100% не хотим ни картошку, ни морковь сажать, ничего, потому что часто путешествуем, часто куда-нибудь уезжаем, не хотим прикованным. Но при этом хочется, чтобы была своя парковка, чтобы можно было спокойно поставить две машины. Хочется, чтобы можно было, например, вечером взять и романтизм сделать, сделать шашлык, просто вечером после работы взять и сделать шашлык. Вот хочется такое место, чтобы было, и все. Хочется, чтобы можно было просто сидеть и не слушать соседей иногда. Да, хочется такое. Все. И больше, в принципе, особого пожелания нет. Нам в доме, например, в нужном всего лишь Две спальни Одна спальня своя, большая, огромная А вторая спальня Это детская И все Да, иногда хотим, чтобы был Отдельно вход для гостей Ну, например, там Чтобы они не касались, чтобы они не жили С нами на одной площади, например, в цокольном этаже И мы такой вариант нашли, где и гости могли бы Разместиться, и нам было бы комфортно Такой мы вариант нашли Ну, реально нашли, прям классно нашли, прям довольны Нам здесь С ней не нужно, чтобы рядышком была Школа, потому что мы прекрасно понимаем Что мы будем ребенка Водить не в ту школу, которая Находится близко, да, сегодня мы смотрели Например, вот эту квартиру В парке Горького, и, например Вот есть школа, которая прямо находится Напротив парка Горького, да, первая гимназия Если не ошибаюсь А ребенка водит, точнее он сам ходит Еще дальше, черт знает куда Да, 15 минут идет пешком В 24-ю школу, понимаете А брали, чтобы была близко Смысл-то было бы брать Близко, чтобы была школа Если они все равно Дебенка ходит в другую школу абсолютно Ну, абсолютно в другую школу ходят Не в ту, не рядышком, с которой они живут Вы понимаете? В чем фишка Мелодия леса Многие, многие У нас, ну, очень много детей Все Мы относимся все к школе на Макаренко Школа на Макаренко нам ближе Понимаете? Ну, реально ближе Ну, ни один ребенок не хочет в школу на Макаренко Потому что никто не хочет учиться с бездельниками С тунеядцами Да А я говорю, так оно и есть Я видел, какие там люди Как, что и все Я видел, когда я ходил голосовать Я голосовал, когда 18-го числа Где я видел там Жесть просто И все до одного Своих детей возят Либо они просто едут на общественном транспорте Все едут на Бытху Это там 2 или 3 километра Там 4 автобусные остановки И на Бытху И как я сегодня выяснил, да На Бытхе, оказывается, у нас находится Лучшая школа гимнастики Да, и там вот ребенок ходит И завоевывает там призовые места Уже выполнил когда-то мастера спорта по гимнастике Там же есть секция баскетбола, волейбола, футбола Секция боевая Это секция самбо-70 Секция рукопашного боя Секция кикбоксинга Все там Вот такая спортивная жизнь и так далее Но когда мы с Надей поехали именно на Бытху Она говорит, блин, мне как-то здесь на Бытхе некомфортно Вот это давление близко к морю Говорит, не хочу, влажность и так далее Ну ей почему-то Бытха не зашла А транспорт на улице нравится Понимаете? Поэтому, знаете, здесь 100 людей, 100 разных мнений Например, родителям моим понравился Вот просто безумно понравился район Дагомес То, что ровненькая поверхность То, что они там готовы будут на море пешочком сходить Папа там хочет порыбачить в речке Там ему нравится, да Он вот именно так он себя видит Опять же, да Хотят, чтобы там, блин Была территория, по которой можно было погулять Потому что они не готовы каждый день ходить Там по дендерариям и так далее А если нужно, они возьмут и на машине доедут Понимаете? Вот в чем фишка Брат квартиру тоже взял у нас на транспортной Но только не где у меня лоди леса А где у нас жилой комплекс весенний Купил там себе квартиру Почему? Потому что тоже важна транспортная развязка, удобная И он прекрасно понимает, что то место, где он хочет Чтобы было все хорошо Такая квартира будет стоить не 2,5 миллиона рублей, как он купил А такая квартира будет там стоить около 25 миллионов рублей И все равно та квартира идеально не будет У нее все равно будут те или иные минусы Те или иные минусы все равно будут в любом случае И отсюда делаем неутешительный вывод Когда кто-то хочет к чему-то Представляете себе Сейчас вы берете И многие у меня говорят Максим, вот нам нужен, чтобы детский сад был такой-такой-то Детский сад в Монте-Суаре и так далее Ребят, ну вот вы взяли, ориентируясь Не на качество дома Не на качество, не знаю, виды, окон и тому подобное А на детский сад А ваш ребенок раз, и через 2 года Из детского садика вырос А потом в школу, например Вам приглянула школа с углубленным изучением английского языка А рядышком школа с углубленным изучением французского языка А вам французский язык и ни туда, ни сюда И что вы будете квартиру продать И покупаете квартиру поближе А потом вы взяли и ребенок стал учиться в институте И, например, поступил куда-нибудь в Адлер В институт, там, в РУДН И что? Вы возьмете и продаете И пойдете в Адлере покупать квартиру Чтобы сыну было комфортно ходить в институт? А потом он взял и устроился работать В Дагомысе, к примеру Ну, нашел себе работу в Дагомысе И что? Вы возьмете и потом просто-напросто в Дагомыс Не знаю Просто в Дагомыс переедете ради этого? Это же бред! Это реально бред, ребят Это 100% бред Я вообще как считаю? Я вот, например, если мы возьмем с вами Я спортивную секцию, говорю, у меня была секция на базе школы Там был тренер такой, ну, слабый И была секция, которая находилась в черт знает где Я был в третьем классе Я с двумя пересадками На двух трамваях Чтобы вы понимали Еще до трамвая нужно было дойти 4 квартала 5 кварталов, извиня 5 кварталов Я брал на этом трамвае Ехал Преодолевал это расстояние Преодолевал дистанцию И спокойно занимался назад Один Без родителей, без никого И что в итоге? Вот я вырос целеустремлемым и так далее Все мои друзья из улицы, все Пошли в индустриальный колледж Потому что находился там же, где наша школа Где пешочком можно уходить А я выбрал педагогический колледж Который находился черт знает где от меня Я тратил там по 40 минут на дорогу Но тем самым я получил то образование Которое я хочу А не которое мне навязывали Вот, быстро дойти можно и так далее Понимаете? В чем фишка? Я работал Да, мог работать на точке Которая находится рядышком с домом И зарабатывать О, столечка Как говорил Оксимирон Вот такой О, вот столечка Но я выбрал другую точку Куда я ездил И зарабатывал вот столько Мой Миша Мой друг Михаил Он жил в Орске А директором ездил у нас соседний Новотроицк Новотроицк ездил Потому что понимал, что там у него должность Там хорошая точка Там он зарабатывал И ничего страшного Он не обламывался Он не привязывался к той точке Которая находится рядышком с его домом Понимаете? В чем фишка? Поэтому, когда Вот эти Вы стараетесь сделать для ребенка идеальные условия Вы просто-напросто берете И его топите Как человека Который должен потом Не знаю там Просто добиваться определенного результата Потому что он привык Не выходить в зону комфорта Потому что выйти из дома И если вы, например, вспомните Своих одноклассников Когда вы жили напротив Вот чем ближе Жил ребенок к дому Ой, к школе Тем чаще он опаздывал Ну, это реально Ну, вот так оно и было Вот чем ближе живет Тем чаще опаздывает С чем это связано? Непонятно Я говорю Привожу пример Да, вот мой сейчас Папа, да Моих племянников Возит там тоже Там школа Хотя школа вот она Они пешком могут ходить И у нас вся улица Ходит в эту школу В 49-ю Но его возят Во вторую гимназию Потому что знания там лучше Понимаете? Они не ориентируются А, ладно Что там? Зачем деда напрягать? Чтобы он там возил И так далее Давайте лучше мы То-то, то-то, то-то Такого нет Ребят, такого нет Понимаете? Поэтому По поводу района Особенно меня улыбают эти люди Мы приедем Пару месяцев поживем Поснимаем А потом сделаем вывод Где хотели бы Да? Где хотели бы Купить квартиру Да мы три года До сих пор не можем разобраться Где мы хотели бы Купить квартиру А где мы не хотели бы Понимаете? Другое дело Что ты привыкаешь К тому или иному району Да, привыкнуть можно Я же говорю У меня клиент Вот, например С той же самой Например Он сейчас в хосте снимает Да? Он привык за два года Снимает реально Ну, как вам сказать? Ну, по-русски сказать Как правильно вы говорите-то? В жопе мира снимает Реально в жопе мира В заднице Вот по-другому никак не назовешь И это пока доехал Я офигел просто Сначала его возил Потом возил его жену Блин, такие молодые Такие красивые Такая красивая пара Но живут в заднице И они себе выбирают Задницу Выбирают Вот что-то такое Которое там ближе А Жена работает на Красной Поляне Он работает в Сочи В центре Но живут в жопе И ищут жопу Тоже в ипотеку Представляете? В ипотеку взять Попу мира Это просто жесть Отсюда мы с вами делаем Неутешительный вывод Тот район хороший На который денег хватает В идеале, конечно, всем хочется Центр И мне хочется В идеале всем хочется Возле Полтановой аллеи И мне хочется В идеале всем хочется Возле парка Ривьера И мне хочется В идеале всем хочется Возле парка Южных культур И мне хочется В идеале всем хочется Где-нибудь вблизи Не знаю Низа Светлана Где сквер Светлана И мне хочется Ну, эти хотелки Начинаются от 25 МЛН Если мы рассматриваем с вами классику Две изолированные спальни и кухню-гостиную Ну, вот как бы так Поэтому, ребят Что я могу сказать? Вы спрашиваете, сними про районы Какой район хороший, какой плохой В каждом районе и плюсы, и минусы есть Вот, например, вот Вот все, что я думал первые 3 месяца про районы Все, что я потом думал через полгода Через год, спустя 2 года И вот сейчас почти 3 года прожил У меня все кардинально поменялось А поменяется кардинально с инфраструктурой С теми самыми автобусами С развязками, с дорогами Все это меняется Если вам интересно Топ 5 объектов для ПМЖ Просто для ПМЖ, не буду для отдыха Для отдыха, это дураку понятно Для отдыха, если вы приезжаете Вы берете что-то близко к морю Кроме моря ничего не видите Кроме бутылки пива Которого у Жигулевского Самого дешевого Ничего не видите Ну это обычно Обычно такой Среднестатистический турист Который приезжает в свою квартиру Все И на этом все У вас заканчивается в Сочи Ну блин, а зачем квартиру в Сочи Можно взять вон где-нибудь там Джубки Где-нибудь можно взять там В Лермонтово и так далее Гораздо дешевле Смысл туда ехать Если кроме пляжа ничего не видеть Сочи берет как раз Не пляжем Он берет инфраструктуру Потому что пляж у нас Ну отстойный Там вот такие булыжники Там не знаю Как можно в таком море купаться Как там купаться вообще А он берет именно тем Что вот можно там На рыбалку На горные лыжи В горы там То есть в Абхазию поехать На выходные еще Вот этим берет Вот этим берет Понимаете Поэтому если хочется Прожимаем этому видео Видео жирный лайк И пишем в комментариях Макс Сними про районы для ПМЖ Сделай да Плюсы, минусы Тепло ли вы теперь знаете Я минусов могу столько накидать Про любой объект Про любой район Там столько плюсов не хватит И вы прекрасно видите Последние там все эти ролики Ну реально как бы Я претендую на объективность Сто процентов Многие из вас со мной согласны Согласны про районы Согласны про жилые комплексы Реально согласны Если бы не согласны То вы бы сейчас не смотрели эти видеоролики Если хотите узнать мою точку зрения Пишите в комментариях Скажите да интересно Сними Потому что этот видеоролик затянется Я отдельно сниму у нас в целом видеоролик Хочу сделать прям в целом Если он конечно нужен А потом уже по районам Нет мы все-таки хотим Адлер Да без проблем В Адлер скажу Где удобно жить Где удобно отдыхать Где в каком сегменте Стоит заходить Например Я хочу жить в Адлере Отлично Но у меня бюджет 3 миллиона Отлично Он Верхняя веселая Верхняя блинова В Молдовку И все Потому что за 3 миллиона Ни поселок мирный Ни центр Адлера Да Там ни курортный городок Мы с вами Ничего мы там с вами За 3 миллиона не возьмем Даже самую стройку Самой хреновой репутации Самой отстойной Мы не возьмем с вами Ну так она и есть Это правда жизни Все ребят Всем пока И пишите Нужно ли вам Про район Снять хороший видеоролик А информации накопилось Уже очень-очень много Пока